Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Туфли вне закона. Производителям немаркированной обуви грозят штрафы. Сокращающие расстояния и сближающие людей. Профессиональный праздник сегодня у работников почты. Капитальный, но не удовлетворительный. Госджилин инспекция забраковала работу Дагестанского фонда капремонта. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают почтальоны. Важность вовремя полученного письма, посылки, бандероли трудно переоценить. Именно для этого сотрудники почты, которым посвящен этот день, невзирая на трудности и погоду, ежедневно отправляются в путь. Наш корреспондент Алина Багилова побывала в Дагестанском селе и узнала, как работается там местным почтальоном, особенно в опасный период пандемии. Посылками ходила, с письмами, с газетами. Снизу забора закидывала, сверху закидывала. Вообще не боялась вируса. То, что мне суждено, то и случится. Если суждено так умереть, то так умру. Всевышний нас не бросает. Эти пенсионерки из села Унсукуль, кажется, нашли свое призвание. Не доставляют в корреспонденцию самые отдаленные места своего села. Почти каждый день пешком. Ни годы им не страшны, ни плохие дороги, ни приличные расстояния. Каждая посылка обязательно дойдет до отресата. Разве возраст – повод бросить любимое и очень ответственное дело? Даже если бывает мало посылок, приходится все равно идти на далекие расстояния, чтобы их доставить. Порой бывает тяжело. Но что делать? Наша ведь работа. Надо выполнять ее. Заказные, от судебных приставов бывают срочные письма, которые нельзя не доставить. И даже во время пандемии, когда все сидели дома, они продолжали работать и выполнять свои обязанности со всей ответственностью и любовью, находясь практически на передовой вместе с врачами. Ни один день мы дома не сидели. Ходили на работу. Шестидневку. Субботу работали. Но на зарплату это вообще никак не повлияло. Как медикам, даже если не выписывают премии, хотя бы немного оценили бы нашу работу. На Унцикульской почте трудятся четыре бабушки, молодые душой. Кто-то был до этого бухгалтером, кто-то продавцом. Но душа предпочла профессию почтальона. Но здесь каждая из них нашла именно свое призвание. К тому же в компании друг друга работа становится вдвойне приятным занятием. Очень интересная работа. Оставить не получается. Я раньше бухгалтером работала, но больше понравилась работа почтальона. Алина Байгилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Унцикуль. Саудовская Аравия в этом году отменила большой хадж для паломников из-за рубежа. Дагестанцам, которые уже произвели оплату за путевки на святые земли, компания Марватор предлагает два варианта. Вернуть деньги полностью или сохранить место на следующий год. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Семья Курбановых всю жизнь мечтала поехать в хадж. Никак не удавалось собрать нужную сумму. В этом году получилось. Сдали документы, однако пандемия разрушила планы и перекрыла путь на святые земли. Очень сильную боль. Говорить-то об этом как-то без боли в душе невозможно. Просто первое желание было туда, откуда угодно, из самолета, из-за того, чтобы выйти, там припас землю поцеловать, там, где, как говорится, ступала нога нашего хабиба Мухаммеда Саларусона. Курбановы твердо решили, если здоровье позволит, то осуществят мечту в следующем году. Компания Марватор, куда они подавали документы и оплачивали за путевку, предложила им два варианта. Вернуть им полностью деньги сейчас или забронировать место на следующий год. Если что-нибудь такое чрезвычайное не случится, там, не забираем деньги, ни в коем случае. Ну, от того, что мы эти деньги взяли бы от себя дома, держали бы от этого, что мы выиграли? Ничего не выиграли. Пришлось бы, вот весной, следующего года, весной пришлось бы там по 30 тысяч минимум еще выложить. Там, представьте себе, 60 тысяч уже получается. Это для нас, простых людей, это хорошие деньги получаются. В Марваторе объяснили выгоду от такого выбора. Те, кто автоматически забронировал места на следующий год, сохранят и цену на билеты по тому курсу доллара, которая была на момент их первоначальной покупки. То есть, в любом случае, паломник здесь не проигрывает. В случае повышения курса, за ним сохранен будет более низкий курс. В случае понижения курса, он имеет право произвести возврат всех тех средств, которые он уже оплачивал, и произвести по новой, по актуальной цене на тот момент оплату. Забронировав место на следующий год, останется только доплатить налог, который установила Саудовская Аравия. Он составит от 100 до 200 долларов в зависимости от программы. Возможное повышение цен, которое может произойти в конце этого года из-за мер со стороны Саудии, на это не повлияет. Ну, приблизительно, в средний расчет, это около 20 тысяч рублей экономит паломник при сохранении своей брони на следующий год. Это существенная экономия, особенно для тех, кто так же, как и семья Курбановых, не в силах позволить себе большие расходы. В Дагестане до конца года планируется создать около 22 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили Минэкономразвития Республики. В настоящее время уже организовано 6,5 тысяч рабочих мест. Наибольшее количество из них в Дербенском и Кизл-Юртовском районах. Помимо этого, от жителей региона продолжают поступать заявки на оформление в качестве самозанятых. За 9 дней этот статус приобрели 453 человека. Напомню, налог на профессиональный доход действует в Дагестане с 1 июля. Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от своей работы без привлечения наемных работников по трудовым договорам. В этом статусе можно заниматься разными видами деятельности. И перейти на этот режим можно при помощи мобильного приложения «Мой налог» или через портал госуслуг. Дагестанских обувщиков будут штрафовать за несоблюдение требований Роспотребнадзора. Дагестанское отделение надзорного ведомства ввело запрет на оборот немаркированной обуви. Ограничение вступило в силу в начале текущего месяца. За нарушение требований предпринимателей накажут штрафами от 10 до 300 тысяч рублей. В Республиканский онкологический центр Республики поступят два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии. По словам специалистов, новая техника максимально безопасна и позволит повысить результативность лечения онкологических заболеваний. Порядка полутора тысяч онкобольных в год теперь смогут получать высококвалифицированную помощь. Лечение больных будет осуществляться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С помощью ускорителей врачи смогут удалять новообразование без операции. Пациенту достаточно будет просто приходить на процедуры. В целом новые медицинские комплексы будут способствовать снижению смертности от онкологических заболеваний в регионе. Ежегодно в Республике выявляется около 5 тысяч онкобольных. В Дагестане введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах, на сельхозугодиях в садоводческих товариществах и на территориях, прилегающих к жилым домам и другим постройкам. Чтобы оперативно выявить факты сжигания сухой растительности и привлечь нарушителей к ответственности, будут созданы мобильные группы для организации патрулирования с привлечением полицейских и добровольных пожарных формирований. Кроме того, будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Как сообщает в МЧС по республике, накануне ликвидированы три лесных пожара в окрестностях поселка Тарки, а также в Карабудахенском и Казбековском районах. Под домашний арест заключен глава Кизлярского района Александр Погорелов. Ранее мы сообщали, что суд временно отстранил его от должности на время расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, фигурантом которого он стал. По данным средствия, в 2012-2015 годах Погорелов, возглавлявший сельсовет Южный, в Кизлярском районе внес ложные сведения по хозяйственной книге, на основании чего жители оформили право собственности на участке. Министерство промышленности и энергетики республики заинтересовались повышением цен на топливо на АЗС. В письме, направленном в Управлении Федеральной антимонопольной службы по республике, ведомство просит провести проверку соблюдения антимонопольного законодательства в сфере реализации моторного топлива. Напомним, в начале недели АЗС Махачкалы одномоментно повысили цены на все виды бензина, подорожал также и сжиженный газ. К примеру, за литр 95-го автовладельцам сейчас приходится платить 49 рублей вместо 46. В региональном УФАС заявили об отсутствии нарушений. Причиной роста цен на топливо было заявлено повышение спроса на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Деятельность Дагестанского фонда капитального ремонта признана неэффективной. Соответствующее решение принято Госжилиной инспекцией республики после проверки работы организации. По словам руководства ведомства, фонд капремонта допустил более 500 нарушений при проведении капремонта в многоквартирных домах, в том числе в нецелевом расходовании денег собственников жилья. Всего Госжилиная инспекция выдала Дагестанскому фонду порядка 100 предписаний. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин